Буквально два дня назад вместе со своими детьми прочистил вот эту территорию. Можно сказать, метров пять отсюда и до самого выезда на улицу Петра Сухова. Каждому по лопате звучит словно предвыборный лозунг. Станислав взялся за этот инструмент от безысходности. За два часа мужчина перекидал чуть ли не половину снега во дворе. На помощь папе пришел его восьмилетний сын. Мальчик откопал вход в подъезд. Дверь у нас в подъезд открывается только по льду. Вот эта вот часть у нас сегодня долбил непосредственно мой старший сын с оберной лопаткой. Теперь можно начинать процесс заново. Опять замело. Работа с лопатой в такой ситуации едва ли спасет положение. Для глобальной очистки нужен трактор. Вот только технику от компании «ЖО номер 7» с начала снегопадов не видели здесь еще ни разу, уверяет Станислав. Теперь двор напоминает полосу препятствий. Шаг влево, шаг вправо. Как итог, утонул в сугробе. Они говорят, да, уберем снег, вывезем. Все, завтра, завтра, завтраками нас кормят. Вот ничего не происходит. Ну а чем дальше, тем... Ну, тем больше будем копать своими силами. Невиданная для жителей дома с номером 79 по проспекту Ленина картинка. Двор впервые в этом сезоне подстать центральным магистралям. Заблестел. Чистые машины есть куда припарковать, говорят жильцы. О проблеме со снежными завалами на этой территории мы рассказывали в нашем прошлом выпуске. Тогда же обратили внимание коммунальщиков не только на сугробы, но и на глубокие колеи. Машинам с низкой посадкой здесь делать было нечего. Рисковали и более габаритные. В темное время суток по такой дороге запросто можно было попасть в снежный плен. В моде были у шоферов лопаты и лебедки. Без них говорили никуда. Вот у нас двор. Я третий год здесь живу. У нас вообще ничего тут не убирается. Вот трактор проезжает туда и все. И туда он даже не заезжает у нас. Теперь этот двор как показательный пример для других компаний. Вот только бы не пришлось снова месяц ждать следующей зачистки. То ли в шутку, то ли всерьез. Говорят домочадцы. Ну и как вам результаты очистки коммунальщиков? Меня устраивает пока. Ну а было как? Ну а было конечно не очень. По сугробам-то не очень приятно ходить. Положительные результаты последовали после показа в коммунальном патруле еще одной истории. Речь идет о трубах в подвале дома с номером 225 по улице Юрина. Эти самые трубы мастера пытались соединить в течение месяца. Каждый раз неудача. Причина – компетенция сварщиков. Вот пожалуйста, посмотрите. У нас потихонечку тут продолжает вода сочиться. Ну вот. Вот оно все. Потихоньку оно подкапывает. Приварить трубы пробовали сразу несколько коммунальщиков. Сначала недоработку оставил после себя мастер с номером 1. Вердикт – уволен. Это стало последней каплей в трудовых отношениях между ним и фирмой ДЭС-2. Второй справился с обязанностями значительно лучше, уверяют коммунальщики. Из четырех швов протекали только два. После этого сотрудники фирмы вновь обещали все исправить. Свои слова подкрепили бумагой. Прислали инициативным горожанам письмо. Просто вот они осматривали. Приезжали все вместе из ЖЭО, в том числе начальник ЖЭО. Ну и написали, что вот швы остаются влажными. И написали, что будет переварка произведена до 30 ноября. Все-таки дождались. Теперь вместо ржавых труб новые и новые очередные по счету швы. Проверить работу подчиненных приехал лично руководитель коммунальной фирмы Владимир Литасов. Говорит, перед этим сначала встретился с коллективом. Эмоций не сдержал. Меры приняты дисциплинарного воздействия. Ну а тех, кто должен контролировать, курировать эти вопросы, тоже с ним беседа проведена соответствующая. Я думаю, пред таких мы не будем допускать вещей. Мне очень, конечно, как бы, действительно, вы правы, что из-за мелочи разгорелся конфликт. Из-за мелочи. Я считаю, я уже прямым текстом, даже не так, как здесь я говорю. Я же другими словами сказал все своим работникам. Ну, что есть, то это, к сожалению, так получили. Это, с вами сказал, это наука нам, наука всем. На этом в истории ставим точку, отчитаемся и мы. Для этого нам потребовалось три репортажа, километры пленки, эфирное время и звонок лично руководителю компании. А всего-то нужно было правильно соединить трубы. Закольцуем программу вновь проблемой со снегом. Напоминаю, обращение с жалобами на коммунальные службы мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. По этому же номеру предлагаем звонить в случае, если вы остались недовольны работой дорожных служб города. О самых актуальных проблемах расскажем в ближайшем выпуске «Коммунального патруля». На этом все. Представляемся. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город».